Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Тут новая тема у нас открыта. Ну, а тему эту открыть помогли люди. Вот сегодня у нас что получается? Ага, я тут даже не посмотрел. Это 7, и сегодня у нас 19 число. Я только переправляю. Вот, седьмой ролик с воскресенья. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. Ну, 19 декабря 2015 года. Это Колесникова, Николая и Анна. Я их не видел даже, они не выставили фотографии. Я даже не знаю, как они выглядят. Вот. Ну, вот они тему эту назначили, чтобы я эту тему освещал. Каждый день, как у нас дело идет. Ну, и проще. Я тут не беру то, что личная переписка. Моя переписка, поступающие письма. Вчера у меня затруднения были. Большой взлом был или что на моем мире. Тут программисты работали. Ну, и кое-что потеряно, видимо, было потеряно. Ну, а вот теперь, что за этот день было. Вот договорились так, что и пожелали, чтобы считали разное. Никита сегодня снимает, а Володя считает. И завтра наоборот. Вот тема открыта. И это не просто так. Я сегодня с утра уже больше часа готовлю то, что поступило, и на что вопросы есть. Я должен как-то маломальски хотя бы документировать, вызвать доверие. Так, попутно, подожди-ка. Вот. Мы только что отнесли кошек. Но соседняя кошка сегодня ходит утром. Вот. А она черная-черная. Ну, а мои сидят в подполе. Вот здесь покажи, где. Чтобы видели, где. Вот мы закрываем их, вот эта дощечка, тут эта карта, ну, фанера. И вот так вот, а чтобы оттуда не дул ветер. Они сидят там. Утром накормлю три кошки у меня на чердак. Но они сидят там. Кошка черная сюда идет. Ее надо запустить соседскую. Запустил. Надо покормить, успеть выгнать ее. Вот, а вынести на улицу, пока своих не выпустил. А иначе драка будет большая. А ее вынесли, теперь этих накормить. Пока я не накормлю, не могу выпустить голубей. Вот говорят, на пенсии чем заниматься? Вот с чем. А голубка готовится, видно, диких сейчас. Я тут экспериментирую над ними. Влияет, нет, на них вертляшки. Это такая страшная, опасная болезнь у голубей. И тут на чердаке сколько у меня уже погибло. Просто десятками. У них голова заворачивается, они клюют куда-то кверху. И лекарств от них нет. Ну, я принес диких голубей сюда посадил. Как на них влияет, сейчас посмотришь. И так как она готовится уже к этому, то стать матерью, ей нужно будет для яйца вот эту вот скорлупу голубинную я набрал. Вчера подсушил, раздавил. Видишь, чем занимаюсь. Теперь я туда самый корм положу. Вот там, посмотри там где. Вон они сидят где, погляди какие. Вот они где, я гнездо уже сделал. Вот она, на ноге правой. Видишь, какое тряпочки? Это я так окольцевал. Когда я их выпущу, им да ровно будет жизнь. Ой, а то что они здесь? Подожди-ка. Вот здесь оправились утром, значит. Это все в ходе, чтобы люди увидели, чем можно заниматься. Любимое какое-то дело, занятие. Не просто скрипеть, чем болеешь. Только врачам надоедает. Ну-ка. Вот так. Вон она где зайдет. Смотри, как они по разным гнездам. Это самец, это самка. Вот сейчас пока все тут дело. Там у них кормушка, куда я высыпал. Вон там дальше, запусти подальше. Вправо, вон что-то угол. А там вода у них. Это вот чем наше утро начинается. А утро сейчас расцветает. Сразу кормить воробьев. У меня их, наверное, около сотни. Голубинные отходы дают. И отдельное для жуланов везде мясо развешенное клюют. Ну, займись чем-то. Вот все стонут и стонут люди. Вот конкретно. Тему дали. Не моя тема. Ты никогда бы не думал. Ну, начинаем мы. Считай, пожалуйста, Володя. Сергей Козлюк. Спасибо большое за информацию. Скачаю. Тут усматриваю, что кое-кому не по настроению ваше выступление. Дай Господь вам сил. Слава Богу, что уже у меня есть двое друзей, с кем я делюсь записями. У нас стали очень позитивные и интересные беседы. Это вчера мы этим закончили. Ролик был шестой. Сегодня у нас выходит седьмой. Ну, то есть это уже сегодня девятнадцатый. Это за вчерашний день. Ну, с Москвой-то разница. Пока московские там известия поступят, у нас уже не двенадцать, а три часа ночи. Я кое-что буду читать. Поневоле, ну, хочешь, не хочешь, но приходится это сделать. Вот мы там, это тоталитарная секта, зазомбировали. Я покажу сейчас. Вы слов этих не знаете. И тут только достаточно один день пробыть, увидеть, что у нас идет, и поймете, что значит зазомбировать. Это весь мир я зазомбировал. Весь мир. А чем? Трудом. Трудом. Ему только гляну, и человек сразу падает в обморок. Ну, я дальше за ноги его затаскиваю во двор, оббираю его, пинком под зад и выкинул. Так получается. Мы сейчас увидим, как относятся люди. Вот Юрий Соболя, повторяю, кто он такой? Красноярский государственный университет. Преподаватель. В академии преподаватель. Преподаватель в епархии. Ведет курсы. Там подготовительные, катехизаторские, что там у них есть. Московский патриархат. Он про меня случайно только услышал в речи Кураева. Сказал, что он меня считает самым великим, знаменитым, там, кем-то таким уж, миссионером этого века. И он сразу нашел меня и все книги выписал, купил. 38 книг. И вот теперь что он пишет. Доброе утро, Игнатий Тихонович. Сегодня полночи бодрствовал. Поближе, сядь, чтобы... Молился... Я читаю, нормально. Молился, размышлял. Слушал Новый Завет в вашей начитке. Одну лекцию отца Геннадия. Как-то все соединялось в голове неуловимым образом. Что осталось к утру? А что осталось к утру? Он теперь задает. Ну что после того, как думал, размышлял, слушал, а что осталось к утру? Первое. Те, кто вас гонят, правильное именование за ними закрепилось, хулители. А не именно, что хулят Духа Святого и Ему противятся. Отчетливо высветилось в сознании у хулителей аллергия на вас, сосуд Божий. И, следовательно, на Бога. Неоднократно сталкивался со следующим. Говоришь в двух случаях одно и то же, но в разное время. Ответы. Один. Первое. Первое. Лапкин сказал. Нет. Лапкин сказал? А ты спрашиваешь, а Лапкин сказал так? Еще бы. Побольше слушай. Лапкин это. Нет, ты неправильно считаешь. Ты Лапкин сказал. Они говорят. Еще бы. Ты больше слушай. Лапкин это. И дальше. Здесь какой-нибудь эквивалент словами между еретиком или сектантом, псевдоправославным. Другой смысл совсем в интонации. Дальше. Теперь, если слушал Уфаста, Геннадий, что отвечает? Уфаста, говорю, слышал? Точно? Ну, значит, так и есть. То есть одно и то же. А дальше что? Люди создали себе идолов, шаблоны, посредников. Ибо не вмещают чистоты веры. Ее, в кавычках, вино. Однозначность. Если городской человек приезжает в места с чистым воздухом, ему плохо. Он спит, голова кружится. Так и чистое словесное молоко. Отторгается человеком, не лезет, не вмещается в него. И при том, этот человек любит отца Геннадия и знает, кто он, и встречается с ним постоянно там. И меня знает, и ни разу не встречался. Но все абсолютно считает. И на нашем форуме там переписка с Юрием Соболевым. Как мы познакомились, все дано письма, тайны, все выставлено мною. С его разрешения. Это уже где-то 8 страниц, наверное. 8 страниц это, ну не знаю, книга настоящая. Столько там уже написано. Дальше. Здесь отец Геннадий правильно и мудро поступает. Я ни разу не слышал, чтобы он указал на вас. Он не произносит ваше имя. Хотя излагает буквально ваши цитаты. Употребляя местоимение. Одна душа, раб Божий. Однако, если спросить о вас, он говорит с почтением и радостью. Вот у меня, брат, когда бывают занятия где-то, вот начинает Игнатий Тихонович, Игнатий, я в университете, везде. Вы забудьте мое имя. Если это ты проверил Слово Божие, говорит, так написано Библией, и назови место, которое я указал. Если я сказал, сказал это Василий Великий, укажи на него. Но они через меня услышали-то. И Василия Великого еще не знают. И я все время цитирую. И Сидор Пилосиот сказал так. Чем строже ты обращаешься с женщиной, с женою, не подкаблучник, тем больше она привязана к тебе. Отсюда вывод. О, я слышал Игнатий и говорил, жену надо бить. Бить надо ее, и тогда она будет под рукой твоей ходить. Нигде этого не говорил. Это глупости. Ну то есть все извращается, потому он заранее настроен против. И особенно из священства, из монахов. Люто ненавидит меня. Но я должен показать, что они не обо мне говорят-то. А что ты защищаешься? Я обязан говорить. Христос говорил, я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Он неоднократно им доказывал. Сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня? И дальше. Впрочем, вы сами о том говорите. Забудьте мое имя. Укажите на Святую Библию, на отцов и каноны. Признаться, я и сам так все чаще поступаю. Ибо наша православная традиция так исторически воспитана, что всегда на чеку и держат в кармане миниатюрную дыбу и клеймо с печатью, и ретик. И ретик. Вот у старобрядцев, у них это так, у них вся проповедь заключается. А только вначале говорит, а как пальцы прижимаешь? Щепотник, так табак брали. То есть они все щепотник и табак брали из кесета. Ну, против этого должно быть какое-то лекарство. И никто никогда не говорил. Я знаю, какое лекарство. Я говорю, да никто сейчас табак-то не курит. А берут папирос и берут двуперстные. Они двуперстные крестятся так. Это вы проповедуете, как курить правильно. Больше они ни разу не стали щепотить, говорить, что это относится к табаку. Это как там, где в Индонезии. Ну, много террористов было, мусульман, они ненавидят свинью. И ничего не могут. Молодежь туда идет. Это кто-то предложил. Как только убьют террориста, свинью оббирать, в шкуру его зашивать и родственникам ссылать. Как пошла паника у них, это в рай они не попали. И сразу на убыль пошло, и все террористы исчезли. Простое дело. А другие, наоборот, стали там свиной пули намазать. Сейчас пули стреляют, пули намазать свиным салом, чтобы сало свиное проникло в него. И капот тебе в районе и будешь-то. Вот, ну, немножко, маленько. То есть, видите, какое ухуление. Я говорю громко, сейчас за голос будут хвататься. Да, я говорю громко. Никого здесь нет, мы двое сидим. Встретился мне вчера человек один. Я, говорю, громко говорю, а вас за это упрекают. И меня тоже жена. А что ты кричишь на меня? У меня голос такой. То есть, под себя, под шипение змеи хотят, чтобы было. Не будет этого. Я буду, как трубный зов оленя на горе. Как об этом написано. Кричать. Дабы избежать хуления на вас, изымаю из своего лексикона при беседе с незнакомым ваше имя. Для себя выстроил такую конструкцию. Вы образец бескомпромиссной веры. Отец Геннадий образец компромиссной веры. Вот вздумайтесь в это. Я скажу, что абсолютно точно. Те, которые сегодня на меня нападают, у них образец компромиссной веры. А почему? Нравится ли нет епископа? Вот Андрей Кураев прямо сказал. Игнатию все равно. Каноны там, тем более наши решения какие-то. Это, говорит, на кривой кобыле, говорит, такая, объезжать. Для него не существует. Для меня нет ни святых, никого. Я стоверяюсь в Библии. Не так создал. Ошибка. Да как? А чего ты? За кого себя выставляешь? Вы откроете 8-й том Иоанна Златоуста. Дореволюционное издание. Я читаю в одном месте. Но я когда начитывал, у меня висел, как колокол такой, не буду говорить, из чего он сделан. И не сходится житя святых. Я в него раз, я не выбрасываю, но, внимание, здесь не сходится. Бывает плохо, прям совсем не ладо. Я два раза бью. И встречалось иногда, я три раза бил. Ну, совершенно против Евангелия на этой жития святого и одобряется. Ну, а почему тогда не выкинули? Из песни слова не выкинешь. Я не имел этого права. На начитывание я благословился у архиепископа Гедеона Докукина. Объявил пост во время поста. В таком напряжении я буду выкидывать. Ни одного слова не выкинул. На 12 томов Дмитрия Ростовского. Ни одного. И ни одного не добавил. Это чего-то стоит. Ну, а к примеру что? К примеру такое. Афанасий Афановский, он в комиссии состоит, храм большой строит. Они пришли. Ну, и там кирпич нагруженный, все, ну, как на лесах-то. И когда в комиссии там был, семь человек, и обломились леса. И все семеро оказались под кирпичами. Тех убило сразу, а он один остался живой. И там, ну, как в спитаке, там кричал под грузами. Когда его достали, он еще несколько там вздохов сделал. Ну, дальше-то началось что? Они его чтут. Ну, как его чтить? Надо, чтобы исцелял. И как можно мощнее сделать. А они одежду его брали, пропитанную кровью. В воде вымачивали и эту кровь пили. Когда же кровь животного нельзя пить. В 15 главе Деяния апостолов написано. Весь Ветхий Завет. Что, нормально это? Это православное почтение, вот, к мощам и прочее. Готовы мощами закусывать. Прости, Господи. Это из жития святых беру. Поверьте, посмотрите. В другом месте. Ну, надо, чтобы человек это услышал. Для родственников тогда в руку давали причастие. Тело и кровь Христова. Тело Христова приносили и клали на могилу. Что, нормально? Стоглавый собор в России, когда Иоанну Грозному было 15 лет, он председательствовал. Только что, только воцарился. И что, против чего были? Против вот того. Установили 6 сортов кваса для богатых в монастыре. 6 сортов. Да-то сегодня у президента такого нет. Как с подогретыми полами у монахов сегодня дело. Это электрические. Дальше что? А они делали. Когда жена рожает, то бывает, ребенок рождается в рубашке. Ну, там что-то. У коров послед называется. Эту рубашку разрывают. Родился в рубашке. А колоплодная жидкость где там все. Так это брали, засушивали и клали, прости Господи, на престол. Что Бог услышал и благословил. Ну, неужели мы должны согласиться с этим? Так это собор сказал. Пришло время и весь собор отменили. Многие соборы спустя столетия объявляли разбойничами. А сегодня правила, правила. Правила надо проверять, жизненно оно или не жизненно. Надо исполнять. До 30 лет никто, чтобы не был в священниках. А то выше Христа лезут. Дальше. Не скромно считаю, что дефиниция получилась весьма точной. Давай. Прочие выпадают из этого определения. Включая меня самого. Хотя я пытаюсь втиснуться в орбиту третьего радикального... Радиального. Радиального круга число эпигонов метода Игнатия Ильича Лапкина. Потому что или не образец, или не вера. То есть, мне уже сделали замечание. Вот считают у вас там один, он не знает, как звать тебя плохо. Почему? Володя образование не позволяет этого. Он ничего не кончался. Пробегал в школе, говорит, двоечник. Но он считает псалтырь, Библию абсолютно безошибочно. Ну вот теперь дефиниция. Скажите, дефиниция, что это такое? Вот сами себе скажите. Он употребляет слова, даже не знает, что надо их разъяснять. Когда про меня пишут, то самое сложное выражение Лапкин делает самыми простыми. И в этом он весь. Это говорят журналисты. Это особое искусство. Самое сложное выразить несколькими словами. Например, что такое уныние? Я просто повторюсь. Начинает Тамарка и Пескова всех собирают. Что сказали? Их не повторить нельзя ничего. И нужно сказать, правильно сказали. Это добротолюбие. Я вывел отсюда ответ. Я Пет Томов, добротолюбие, насчитал, они на нашем сайте. На нашем сайте. Я сказал, унынет, плохо сделай на работы. Все понятно. Плохо воспитывал детей, вот теперь пожинай плоды. Плохо работал, лишили премиальный, переделать заставили. Плохо молился, ничего нет, ни ответа, ни привета. Везде. Вот чтобы выразить вот такой эпиграф, надо потрудиться много. Перелопатить кое-что. Второе. Вчерашняя ваша проповедь, я писал, как-то оглушительно на меня воздействовала. И Господь сотворил маленькое чудо по следам той проповеди. В машине обычно слушаю Евангелие с толкованием блаженного фефилакта. Сегодня утром, садясь методом случайного тыка, выбрал трек. Включил и читается. И, 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 означает, что пробел задумается и так и читается при дыхании. И читается это самое место, его толкование. Марка 11 глава 23 стих. Вот как так может быть само собой? Бог. 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 Вот он это говорит, это преподаватель, у него грамота во много раз больше моей. Почему он так? Проповеди. Он слушает мои проповеди. А у меня проповедей только сохранившихся. Я их стал записывать в самом конце, когда магнитопон там был. Я 53 года проповедую. И 1300 проповедей, примерно по полчаса. 1300. В храмах, отдельно, на улицах, где успели записать. Многие проповеди, вот 123 занятия, благодаря старости. Он записывал, а потом их перепечатали. Вот у меня сделан даже какой магнитофончик был, знаете, ну кастетный-то. Я ногой на это нажимаю, включаю и выключаю. Специально по заказу сделаны. Веревочка тут вот, она под ногу есть. Я раз по фразе. 123 это 62 часа. 61,5 часа надо. Да, это сколько? Ну все это помещено в моих книгах. У меня чужого там нету. Но это не 2, не 3, 38 книг, томов. А открытым оком это 30 томов по 750 страниц. Человек, который не считал, они говорят, что попал. Отвечать за это придется. За каждое пустое слово, гнилое, лживое, ненужное. Я просто о них скорблю, об этих людях, кто хулетели-то. Они ничего больше не делают. Поступил-то как в семинарии, и он нападает. Я не знаю, что ему отвечать. Он не знает ни того, ни другого, ни третьего. Могу только молиться. У профессора Марсенковского Владимира Филимоновича был случай. Это был единственный лектор во времена Ленина, которому было разрешено ездить по стране и говорить лекции. Но он ездил с одним пианистом. Он тут играл на музыке еще. И вот однажды вышел такой расхлябанный студент. Ну как вот Дулевич тут какой-то появился. Смрад один от него идет. Антоном звать. И стал говорить. Я думаю, что же ему отвечать-то. Он несет такую ахинею-то. Но я стал молиться. Сижу. Я-то уже свое сказал слово. Я, говорит, уже сижу и думаю, что отвечать? Помолюсь. И молюсь. И он постоял-постоял. Махнул рукой и, говорит, и пошел. Все забыл. Бог отнял. Он чистый, стоит, ничего у него нет. И так эти. Они ничего не могут. Выдохлись. Вот он нащипал другие, что говорили. Он от них взял. Он сам-то не считал. Друг у друга же пророки воруют слова. Вот я сказал. И кто это сказал? У нас был один Волков Вячеслав. И он... Время было четыре тома. Не тридцать и четыре. И эти обвинители дальше четвертого тома не залазят нигде. А их тридцать. Потому что тот сделал некоторые выдержки. Взял мои и попытался разъяснить. Но тоже ничего не разъяснил. А не его это большой богослов. Он над этими словами в усмерть смеется. Богослов. Ну какой богослов-то? Дальше. Третье. Под впечатлением от проповеди вашей. Вот еще о чем подумалось. И какой пример всплыл в памяти. Проповеди эти на нашем сайте. Я сейчас покажу, где наш сайт. И в аудио там несколько сот проповедей. И в видео. Однажды состоялась встреча и знакомство двух выдающихся художников 20 века. Далли и Пикассо. 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 Дальше. Пикассо уже признанный мэтр. Далли молодой талантливый живописец. Последний показал Пикассо свою картину «Девушка у окна». Пикассо продолжительно, молча и внимательно рассматривал картину. А затем произнес. Дальше. Продолжительно. Надо читать. Вот когда в просчете 30 у меня книг, тогда будете маленько понимать, о чем речь идет. Молча. А этот ничего не читал и балабонит, и балабонит. Ну он не знает ничего. Ну что я могу сказать? Господи, не имени ему этого грех. Священники кучей там собираются. Когда один – это личность. Обвинительный. А когда много – это кодло. Кодло собачье. Так называется в мире. Они нападают. Один он не нападет. Он хвост подожмет. А когда вместе друг друга перебивают, ты – я патриот, и я хватанул тебя. У нас все стоит на грани крушения в государстве. Да вам ли за мной гоняться? То вы не найдете места, где будете прятаться, когда придут здесь другие. О чем Дмитрий Смирнов говорит. Здесь другой народ будет жить. А вы остатки добиваете. Вот я этот увидел, что молча, внимательно рассматривал книгу, продолжительное время, а затем произнес. Вы – последний художник эпохи Возрождения. Так, я думаю, он так произнес. Вы – последний художник эпохи Возрождения. То есть медленно, вдумчиво. И дальше. Вот и у меня вчера оформилось четкое понимание того, что вы, Игнатий Иванович, по духу ревности, образованности, мудрости, работоспособности – последний подвижник эпохи патристики. Вот понимаете, вот такую марку кто-то из вас получит, это так. Ну а вы можете опровергать? Не могу, это я другой язык уже сказал. Человек, который уже не один год знаком и знает. И считает каждый день, слушает проповеди, которые я говорил. Проповеди. Проповеди от Духа Святого. Представьте, в алтаре священник, епископ. А в это время при епископе я проповедую в храме. Я сегодня покажу, как меня вызывают, письма от них, чтобы епископу, митрополиту подхожу, он – скажите проповедь. Скажите, он здесь служит, сколько священников, и никто молчат. Все – скажите проповедь. Это я зазомбировал его. В Москву приехал ночью, три епископа тайно пришли на квартиру встретиться, разрешить вопросы. Три – ночью, в советское время, рискуя всем. Ну сами подумайте, это что? Я их не видел, не знал. Зазомбировал? То есть, вот это, которое люди говорят, в голове-то у них ничего нету. Пустозвон. Да ты же отвечать за это будешь. И дальше что? Четвертое. Я век себе по росту подбирал. Есть такая строка у поэта Арсения Тарковского. Так вот, я, а лучше сказать Бог, по моему росту подобрал мне духовного отца, вас. Я не могу представить себе человека более кроткого, ревностного, совестливого, исполнительного, умного, сердечного. Вот понимаете, вот когда скажут кроткого, вот с чем-то соглашаются, ревностного соглашаются. Совестливого еще не знают, потому что я зомбирую людей. Гуру, 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 гуру. Как голуби наворковывают вокруг меня. Мне до того смешно. Гуру это учитель. Исполнительного. А вот что кроткого никак не соглашаются. Ну и что дальше? Здесь я слышу дружный гогот хулителей. А ты поживи с Лапкиным, как Никита. Потом запоешь по-другому. Никита, покажи его. Ну-ка, маленько так глянуть на Никиту. Где он у нас, Никита-то здесь? Вот он стоит где-то. Ну что, Никита? Трудно тебе здесь? Нет, уже привык. Вот ты уже привык. Скажи, что летом-то я тебе где-то трепал, жал, давил, натирал на мелко. Тебе полезно было? Очень. Ты чувствуешь, что ты уже делаешься другим? Всем туда желаю. И Дудину приехать, и всем священникам пройти тут переподготовку, переквалификацию. Ну, значит, я тебя крепко зазомбировал? Ты ушел здесь, пожелал у Сергея, побыл, а обратно просился? Просился. Но я опять принял. Мне говорили, не принимай его, он тебя убить может. Вот так. Нет, не могу. Не можешь. Ну на, ладно, так, разрядку просто дал. Вот, и что дальше? Отвечаю. Не смогу. Не смогу не потому, что Лапкин плохой, а потому, что я не такой, как Лапкин. Причина во мне. Дальше. Пятое. Это надо так разложить, грамота что значит. Каких слов понапустил тут еще. Латынью пугать пытается нас. Пятое. Размышления ночные о гонениях на вас. О себе, о вере сколохнули память. И она выдала забытое мной известное стихотворение Пастернака. Память решила, что актуально и созвучно, думая о вас. Понятно. Он и Тарковского здесь, и Пикассо, и далее, и всех вспомнил. Дед, что значит грамотный человек? Ну, похвально или не похвально? Так он разрушает о добром. Я говорю, а что-то у вас такие крики-то слышно? Ой, у нас в коридоре тут такие грамотные люди живут. Муж с женой. И что? Они как начинают ругаться, на трех языках матерятся. На трех языках. Кто кого. Дальше. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять. Но поражение от победы ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только, живым и только до конца. Вот как. Сколько привел он? Как человека уровень поднимается? Ты знал это стихотворение хоть раз? Нет. Нет. Дальше. За всю благодарность и славу Иисусу Христу вовеки. Я отвечаю ему. Игла, это Игнатий Лапкин сокращенно. Благодарю. Сегодня я во дворе колю дрова. Это вчера было, 18 декабря, 15 года. Помощники пытаются вырвать мой топор. Но не тут-то было. Не тут-то было. Кто это? Володя тут вот подходит. Там Надежда Васильевна, да, я никогда не дам. Вот. Попов Олег. Я его выставил сегодня ролик. Удивительный человек. Посмотрите на нашем ютубе. Игнать Тихонович. Чичиковы проникли и в церковь. Вы наступаете им на голову. Вот они жалят вас в питу. Это прямо уже то, что было сказано Адаму. Поражать будешь голову. Дальше. Думаю, дальше они будут еще больше испускать свой змеиный яд. Но он вам не повредит. На помощь твою надеюсь, Господи. Бытие 49.18. Да. Юлия Третьякова пишет. Она перекидывает с контакта. Я в контакте вообще не бываю. Она перекидывает на форум. Я покажу, как это. В контакте нашла священника Петра Бобоева. Он дружит с пятидесятническим пастором. Стремится к общине жизни. Пишет, что его обзывают сектантом. Хотел бы с вами поговорить в скайпе. Дала ваши данные. Вот их канал. Записи встреч священника и пастора. Вот так. Ну, я сейчас покажу, где это, как было. Он сам за... Или Юлия перекинула дальше. Михаил Кальмаев. Это почта за один день. Счастье только при том. Написал Александр Андрусенко. Брат, все никак не может определиться по причащению. Сколько надо причащаться? И считает, что Дулевичу и Максиму вы не могли аргументированно и веско доказать свою точку зрения. Не знаю, будет ли принято как аргумент то, что написал ему. Мир тебе, брат Александр. Почитал каноны и правила девятая, на которые Дулевич опирался. Оказывается, канонические правила никак не регламентируют в количественном плане, сколько раз надо причащаться. Ты правильно говорил, что не должно это жестко регламентироваться. Отцы церкви не регламентировали. И не регламентировали. А девятое апостольское правило говорит о том, что не надо уходить прежде окончания литургии верных. Но ни о каком обязательном регламенте в количестве раз в нем нет и ни слова. Иначе, значит, прав. Нельзя его применить. Оно в этом отношении... В этом отношении оно не работает. В этом сколько раз причащаться. Оно не работает и никогда не работало, потому что это ложная трактовка. То есть Дулевич, как прокурор, с заранее приготовленным обвинительным приговором, пришел и ищет статью на основании закона, который не был нарушен Игнатием Чехновичем. А ведь Игнатий Чехнович сразу сказал, что правило говорит о другом. Но Дулевич, придерживаясь плана, проигнорировал эти слова. Ну их этих всех Максим называет, это, Степаненко, щенки. Это щенки. Игнатий Чехнович, два веских аргумента были оглашены Игнатием Чехновичем. Но ни один из них не был услышан ни Дулевичем, ни братьями. А. Правило неприменимо, потому что говорит о другом. Вот это первое. О другом говорит. Второе. Б. И оно не работает, не устанавливает количество раз. Если бы мы лучше понимали и знали правила, и жили духом по Евангелию, то не соблазнились бы по ведению Игнатия Чехновича. Вот, а вот. А ну дальше я говорю. Вот сегодня уже новое набирается, но это только уже из другой области. Вот. Я хотел сейчас показать, когда наш сайт, вот он сайт. Вот здесь и проповеди мои, и здесь все есть. Это Кристина Православа. Вот она проповеди. Вот видите, справа. Видно или нет? Вот я нажал проповеди. А теперь вышло. Вот я в храме стою, проповедую. Вот 1136 проповедей в храме Барнаула и Потеряевка. Список проповедей по алфавиту. Вот я сейчас толкнул. Вот они пошли. Какой том и какая страница по алфавиту. А сначала АААБВ. Вот они проповедят. Какой том. Видите, какая работа проделана. Все проповеди здесь. Богохольство всюду. Богоявление. Богоявление да проповеди. Бойся Бога и всемогущего. Всемогущего. Бойся иного благовестия. Болезнь. Больных несите ко Христу. И вот архиерей стоит. Я сказал проповедь там про ифот. Он вышел оттуда. Я гляжу на него. Как это так? Откуда это взяли-то все? Да откуда? Вот места Писания подтверждают. Это как откровение. О монастыре говорят. Вот монастырь, монахи. Ну вы... Я говорю в Евангелии-то нигде про это не написано, что в монастыре строить-то. Ну и так понятно. Иоанн был монахом. Иоанн монахом. Богородица была монахиней. Она родила, и монахиня осталась. Ну то есть, ну такая бредня православная. Православная бредня это. Я говорю, монастырь пытались построить. То есть, это было на горе Фавор. Построим три кущи. Ну, Авва будет, конечно, Христос. Тебе, Моисею, одну или и. А где они сами будут жить, неизвестно. Ну, наверное, около каждого шалаша, их там трое, они будут караулить. То есть, эта попытка уже была там. И принадлежала она кому? Петру. То есть, попытка основать монастырь была у Петра. Но Господь сказал, там внизу горе. Они могут исцелить. Там демоны господствуют. Как раз бесноватого не могли исцелить. И Христос пришел, народ ждет. Выйдите из монастыря, идите, там народ ждет. Я вот о чем говорю. Монашество не евангельское устроение. Ой, 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 Игнатий как сказал. Да если Евангелие... Да вы что? Это монашество, на нем церковь стоит. Значит, Игнатий против церкви. Кому церковь не мать? Бог, не отец. Тут уже Киприана Карпагенского прихлопали. Все, я безбожник, псевдоправославный, лжепроповедник. И дальше идет, что это? Черви завелись в голове у человека. Монашество это не церковь. Да придет царствие твое, а пришло царство попов и монахов. Ну, разуйте глаза. Поднимите их от заднего места кверху-то. Что получится-то? Вот смотрите, какие проповеди. Зайдите. Зайдите, и вы увидите. Это Павел Павел Павел. Дальше. Список проповедей по местам Писания. Это я все составил. Никто тут не мог бы сделать этого. Теперь. Вот на какие проповеди места Писания? Матфея на первую главу, том 19, страница такая-то. На Матфея 1.1. Дальше. На какое место Писания? Вот посмотрите. Ну, ни у Девы не найдете, ни у одного святого. А то почему? Мне открывается нехоженная дорога. Я иду все время на виною. Ни от кого не переписываю, ни стихотворениям, ни подражаю. Почему? Я все это выпрашиваю на молитве. На молитве. Они не имеют связи с Богом, этих улителей моих, вообще не знают Бога. Какой-то там откуда-то в Америке из баптистов пришел. Никуда он не пришел. Он издает смрад. Вот смотрите. Матфея 12.5. У тебя сегодня проповедь, надо говорить в храме. Открой вот этот. И ты увидишь, вот 12-й том, 13-й стих, где том 22-й, страница 424. Том 12-й, где написано, сколько проповедей, вот сколько, на одно место сказал я. Я как-то в храме, в университете, ну, когда занятия беру, 17 лет в техническом университете. Это там 21 тысяча студентов. Это большой университет. Из 28 стран только люди там учатся, студенты. Это очень знаменитый и престижный университет. Программисты, интересно, завоевали первое место в Америке. Просчитал, я даже удивился. И с ректором мы дружили. Он не встретит ни разу меня, чтобы ни обнять, ни поцеловать, и при всех не сказать, я преклоняюсь перед этим человеком. Что он за 10 лет не мог обнаружить, перед ним какой волк находится. Ну, нет этого, нету. Вы выдумали все это. И вот смотрите, на каждое место Писания Марка, на какие я говорил проповеди. Вот смотри. Марка, допустим, 10 глава. Где? Вот 13 стих. Какой? Том 10, страница 339. Том 10. На 10 стих опять 18 том. Вот она. Какой том, какая страница. Пожалуйста. На Луку, ну, открыли, допустим, 7 том, 7 глава, 2 стих, том 15, страница 638. Ну, прикиньте, маленько-то, гляньте. Лука 24. Вот сколько проповедей было сказано на это. Я в университете хотел сказать, при начале все время мы поем Царю Небесный Утешителем. Души истинные живездесы, сокровища благих и жизнеподателей. Приди и вселись овны. И очистяны от всяких скверных. Спаси блажь и души наши. Ну, найдите проповеди на это. Я не только Библию толкую. Я не толкую ее вообще. Я просто ссылаюсь на нее, так сказать. И я сказал вот это вступительное слово. Песнопение, вернее. 60 проповедей в университете. 60. Примерно по 20 минут. Ну, понимаете, что 60 на одну молитву, ну, это что-то не то. А это то. Деяние апостолов. Заголовок разъяснить. Иоанн Златоу 6 проповедей говорит. 6 проповедей. А каждая проповедь у него была где-то 34 минуты. Я подсчитал все, количество букв. Ну, примерно. Может быть, он более растянутый говорил. Тогда до 40 минут. Смотри, Евангелие от Иоанна. На Евангелие от Иоанна, вот 20 глава. Посмотри, сколько проповедей. На какой стих. Вот, допустим, здесь. Какой стих? Такой-то, такой-то, такой-то. 20 глава, 19 стих. Это 20 глава. Это том 13, 513 страница. Теперь смотрите. На Иоакова. 1 Петра 2. На Иоанна говорил про... Это я говорил проповеди в храмах уже. В разных храмах. В разных странах. Кремлинам. Какая глава, какой стих. Вот оно, что идет. Ну, посмотрите один раз-то. И ни один человек не заметил, что я еретик, там, сектант и псевдоправославный. Я не проповедник. Он еще ничего не имеет. Какой-то там дулевич в туве. Он вообще ничего не знает-то. Он не разговаривать не может. Одной страшной злобой переполненной трясет аж его. Почему? Ему сказали. Иначе в семинарии выгонят. То есть, понимаешь, жареную рыбу в Великий Пост съесть не будешь. Они как огня этого боятся, утробные. 1 Коринфянам. Смотри, сколько проповедей сказано. Берите 2 Коринфянам, Галатам, Кефесянам, Филиппийцам, К Тимофею проповеди по Ветхому Завету на различные праздники и события. Дальше. Встреча со Христом. Господи, помилуй. День лагеря. Ну, такие какие темы были. Это только проповеди. Вот оно что. Занятия в Потеряевке для чтения. Открываю. Вот они. Какие? Богослужения. Брак. Что там? Вознесение. Волхвы и звезда. Воскресный день. Время. Ну, и так. Вот тут нечаянно ткнул, уже проповедь открылась. И проповеди открываются. Сокровище-то какое. Занятия. Проповеди аудио. Да. Аудио проповеди. А сколько здесь? Я даже не знаю. Надо посмотреть. Проповеди. А, по буквам здесь. Тут не написано сколько-то. Ну, речь идет о сотнях и сотнях. И они в алфавите тут все. Это надо просто скачивать. Аудио Библия. 3137 стихотворений. Ну, и насчитано в аудио виде. Ну, понимаете, сколько? Это я ткнул только вот в одно место проповеди. Вот оно где. Только вот это. Дальше. Иногда судят, что вот с таким-то человеком я обошелся неправильно. Зачем вы судите? Не знаю этого. Я получаю вот письмо. Письмо обида против меня. Но я немного прочитаю. Ты прочитай сейчас. Ты людей этих знаешь. Ну, хотя бы не все. Посмотрите, какие мне письма пишут. Письмо получил. Уважаемый Игнатий Тихонович. Это из другого государства. Человек ко мне приехал. Встретится. Лично. А я отказал. Понимаете как? А почему так не вам судить? Мертвая. Уважаемый Игнатий Тихонович. Спасибо с Христос. Здоровья вам. Радости духовной. Мира. И Божьей благодати. А одно приветствие говорит о том, что отношение ко мне не изменилось. Но дальше будут ее обиды. Я не скрываю. Я не натягиваю на себя непринадлежащую мне хламиду. Считай. Мне очень хотелось вновь приехать в Потеряевку. Но вот немощи мои не дают этой возможности. Когда мы уехали, я очень переживала, что вы не захотели со мной поговорить. То есть я беседовал с ними вместе, когда приехала группа оттуда, с другого государства. С другого. Со всеми вместе. Но с ней отдельно аудиенции не дал. Почему? Когда она была рядом. Рядом мы сидели. Тут батюшка сидел. И она очень хотела. Она вся прям расположена была. Отдельно я с ней не стал беседовать. Когда я попросила вас об этом, вы отослали меня к Валентине. То есть другой, который приехал, я отослал туда. Сказал ответ и даст она. А я хотела услышать именно от вас наставление. То есть она ни со мной ни разу не встречалась. Только приехала. И она уже зазомбирована. И она уехала. Теперь ее нет. Она не может из зомбирования выйти. Ну, маленько подумайте. Что вы трепетите-то языками. Дальше. От вас наставление любое. Какое бы вы не изрекли в мой адрес. Это для меня очень нужно было. Какие бы слова вы не сказали в мой адрес. А почему они не стали? Потому что я бы ей сказал такие слова, которые она не могла еще подготовить. Не подготовлены. Она не вынесла бы их. Это лично к ней относящиеся. И вы знали. Но зачем бы я ее не принял-то? Почему бы я ее не принял-то? То есть я сказал все, что нужно было. И сказал вот эта сестра. А она знает, как ответить. Я ей буду говорить без пригляда, бескомпромиссно. Вот как заметил Юрий Соболев. Бескомпромиссно. Она этого не выдержит. Это будет грозное слово. Грозное. Я бы все смиренно приняла бы. Но, увы, этого не случилось. И, конечно, я очень переживала. Даже какое-то время скучала о вас. Как будто вы рядом. Вот понимаете, она старше меня или такого же возраста, больная, приехала. Вот ко мне приезжают, когда я еще тут работал-то. Приезжают с других республик. И они через два подъезда барачного типа, одноэтажный дом. И они там живут у сестры. Живут. Я не могу их принять дома. Дома я прихожу, и сразу начинается начитывание книг. И они ждут, когда я вернусь с работы. Чтобы первый момент, как я в избу захожу, чтобы жена уже приняла, чтобы успеть несколько слов сказать. Я говорю, я не могу принять. Понимаете, я дорогой боялась умереть. Если я не встречусь, мне казалось, я умру. Я тогда с ними беседую. Записи на магнитопонную катушку. Вопросы разрешаем и записываем. Я копию снимаю, они с этим уезжают для других. Слушаю. То есть опыт зомбирования у меня огромный. Больше полвека. А, дальше. Да ладно, все проходит. Но желание было большое вновь побывать в Потеряевке. Подышать свежим воздухом. Почувствовать тот мир и душевный покой. То есть она принесла и деньги дала на лагерь, что-то. То есть я должен быть расположен. Ничуть не бывало. Меня это ни грамма не трогает. Я стараюсь понять, нужен мой разговор или не нужен. Не нужен. Ей он был бы во вред. Вот я сказал, что вопросы отвечает она. Но не суждено мне это. Если смогу, даст Бог, обязательно приеду. Спасибо вам, Игнат Тихонович, что вы есть в жизни этой. Что общаясь с вами, душа наполняется пониманием своей жизни. Ибо так много грехов сделано по своему незнанию. И что много нужно исправлять и просить милости Божией. Спасибо вам. Прошу ваших молитв за грешную мою душу. Нина. Ну понятно. Это не я говорю. Считает другой человек. А вы себя хвалите. Ну какое похвала-то? Упрек мне. Но я это считаю. И вот какого-то человека, он приехал ко мне. Я его не принял. Я толкнул. Начал упрекать ему грехами. Остановитесь. Вы человека этого знаете? Нет. Я его знаю. Он пришел к Богу через меня. Но как? Да нестандартно. Не за руку в храм в воде его. Может что-то будет. Ничего там не будет. Не будет. Потому что нужна встреча со Христом, а не с храмом. Это в Израиле надеялись на храм. И Господь говорит, да камня будет разрушено все. Я живу около железной дороги. Прямо же. Ну прям вплотную к железной дороге. И поезда туда и обратно останавливается. Красный свет. Там развелка. Они уже идут по своим направлениям. И тут их бомбят, грабят. Чего только не вытаскивают. А я иду с собаками. У меня две ученые собаки. Огромные собаки. Я иду на дежурство. И вдруг вижу. Я один вмешиваюсь. А там группа грабит. Стянули там они много. Ковры. Холодильники сняли. Еще что-то. Я их принудил все туда обратно затащить. Они меня могли убить. Но вот у меня не дано это понятие. Убить-то не вмещается. Мне говорят, вас убьют за что-то. Понимаете, у меня это все уже пережженное. И Бог что делает? Я беру с них слово, что они больше никогда сюда не придут воровать. А им даю слово, что вас я не выдам. Оказывается, они увидели, что вдалеке стоит человек, за всем наблюдает. А я его не вижу, задом стою. И они поняли, что они застукали. Они все затащили, ушли. Назавтра милиция у меня уже в дом. Линейный отдел. Город Барнаул. Так, вчера тут такой грабеж был. Вы видели же это кто? Почему видел только? Ну мы знаем, что мы заставили их. Мы просто благодарность вам выпишем. Мы такие товары вернули. Это что там было? Там, оказывается, электрооборудование было какое-то. Так, ну кто это был? Нам же надо, чтобы отрезать, как Иуда Бенгур. Месалы говорят, скажи, кто это был? Не могу сказать. Это патриоты. Патриоты, это враги. Ну, Иуда Бенгур, посмотрите. Это лучший фильм, может быть, за все время, который Голливуд поставил. 11 Оскаров за один фильм. И вот дальше проходит время какое-то, а рядом опорный пункт милиции. И снова задержали воришку. Они задержали-то. Ну, я был рядом, я с собакой. Я захожу. Ну, дальше это событие развивается не как я хотел. Заключили в темницу, считающую 16-ю Голливудеяния апостолов. Стражник сделал все как надо. Он не думал, что заколеблется темница, запоры выпадут, и стражник обратится. Вот здесь такая же. Я зашел туда и начал обличать их, милицию. Вы хлеб не отрабатываете. Почему вы не смотрите, как грабят государственное добро? Вас судить надо за это. А там сидит человек, в это время, он на химии называлось, уже срок отсидел. Я его не знаю, я его не вижу даже, а он-то сидит рядом. Он на меня смотрит, бородатый какой-то. Может быть, испугался даже. И чтобы так с милицией разговаривать, когда, говорится, он перед ними, ну, а его взяли, он плакаты может рисовать, его держат здесь на химии. Ему тут выгодно было. Я, говорит, испугался. Их в КГБ не работают как надо. Вы поймите, перед вами кто. Ни разу нигде в жизни я не пошел на компромисс. Жена, это брат, сват, патриарх. Для меня это не существует. Меня Бог избрал. Почему я говорю в пророческом духе? Я не пророк. Но мне Бог дал это, я молился. Просите об этом, а то свое трусость и корысть, или заблюдство из вас, когда Бог растрясет, вы тогда будете искать мои следы, где я прошел. По слогам будете разбирать каждое слово, которое Бог сказал через меня. Я, говорит, так испугался. Я не слыхал, чтобы с милицией так разговаривали. И потом мы с ним встретились. Он меня все-таки нашел. И стали разговаривать. И он обратился, покаялся. Как принять крещение, как это было сделано, когда, что. Он был карманник. И он стал рассказывать. Карманы, кошельки вытаскивает, это все. И много. Ну, конечно. Он все знает, это искусство знает как. Но вот он стал ходить к нам, стал ходить на занятия. Это еще там. В далеком советском. Но вот он чем-то провинился, этот человек. Перед своими преступниками. И ему черту подвели. С чем он, я по сей день не знаю, не спрашивал. Где ему быть? У него дети, жена здесь. Они, конечно, стерегут и около дома. Он прибежал ко мне. Я говорю, лезь ко мне. У меня нары большие. Туда. А за нарами там еще поворот над дверями. И там заставлены ящиками. Там у меня племянники спали когда-то, приезжали, ночевали. А вот два племянника просто жили зиму. Я спрятал. Кто-то стучит. Мне бы не открывать, а я взял и открыл. Я в это время переплетал, руки в клее. В это время четверо. Здорово, высокие ребята заходят. Вокруг все осмотрят. Что такое? Я руки поднял, у меня руки в клею. Я говорю, простите, вы что хотели? Так. У вас кто-нибудь здесь был? Вообще, что за допрос? Ну, мы кого-то сказали, потеряли, ищут. Мы органы власти. Ну, ищите. Вот, а комната 12,8 квадратных метров. Вместе с кухней, с мастерской. Ну, 12,8. Ну, отмерьте. Видите как. Вот такими палатами все разбито. Но только залазить. Там выше комната. Высокие такие бараки были. И лесенка была. Лестница туда убираешь, заставишь, и ничего нет. И они ушли. Теперь я его кормлю. Теперь его куда-то надо деть. И я в другую республику его отправляю. Должен был связаться со знакомыми. Чтобы его приняли, устроили на работу. Это все на мне лежит. Проходит время. И он приезжает в Потеряевку. И я с ним отдельно не стал разговаривать. И мне это в упрек ставят. И он тоже. Ты, Игнатий, со мной не стал разговаривать. Слушайте, о ком я говорю. Знаете, о ком говорю. Не спешите судить раньше времени. И он приезжает теперь, принимает крещение. В полное погружение. Наступил другой момент. И он стал жаловаться на здоровье. А вы его грехами попрекаете. Не попрекаю. Я говорю, не ищи здоровья. Вспомни, сколько раз ты женился. Сколько людей ты обидел. И то, что у тебя какая-то болезнь сегодня, она не по полной мере. Не по полной. И поэтому успокойся. Благодари Бога. Вспомни, как у тебя сердце тогда болело. Как ты искал натурщисть рисовать в голом виде. Я все знаю это до конца. И поэтому прекрати. Что больше не слышал. Лишний вес сбрось. Сколько рост у тебя? Рост метр семьдесят. Ну вот, священник у меня. Я его спрашиваю. Какой у тебя рост? Какой у тебя вес? Ну, он мне отвечает. Метр семьдесят. А вес восемьдесят килограмм. Восемьдесят. Вот от метра семьдесят. Нужно еще пять килограмм сбрось. Сколько больше? Шестьдесят пять. Вот за шестьдесят пять это грань. За которую не имеешь права. У тебя восемьдесят. У тебя уже пятнадцать килограмм день и ночь носишь. Убери это все с себя. Тебе никакой диеты не надо искать. Перейди на растительную пищу. Все. И ты здоровый будешь. Я говорю то, что сегодня отмечают. Вот посмотрел священник. Другой спрашивает. Фильм «Остров». Остров. Павла Лунгина. Ну, а вы могли бы сказать, что там не так или как-то? Я говорю, у меня уже сказано. Смотрите где. Вот я отвечаю. 277-я страница в восемнадцатом томе. А, вопрос. А, вопрос. 3277-й вопрос. В восемнадцатом томе. Открытым оком. 3320-й в девятнадцатом. 3350-й в девятнадцатом. 3370-й в двадцатом томе. 3382-й в двадцатом томе. И еще одна. Это и при том повторов никаких нет. Люди конкретно. А как вот тот-то? А как этот-то? А как этот Петр Мамонов где-то? Вот столько отвечено. И таких ответов я даю 4124 вопроса. 4 тысячи. Где они? Вот она, ответа. 4124. Вот она, я показываю. И разбито на 55 папок. Ну, посмотрите где-то. Прошу всех, кто считает, обвинение дать мне. Где я сказал вопреки Библии? Не вопреки предрассудков каких-то. Сегодня там. А вопреки Библии. Во свете Библии называется. Но это еще не все. Это только отвечать надо. Вот приезжают люди. Меня нету. И они даже не успели мне позвонить. Но они знакомые. Вот она пишет. Надя из Германии. С разрешения Игнатия Тихоновича я взяла следующие книги. Для Слова Божия нет. УЗ. Симфония. На неканонические книги. К истинному православию. Открытый у оком. Том 20. И новый завет трехтомник. Бесплатно. И я ее не видел. Приезжаю. Только записка лежит. Это я зазомбировал ее. А живет в Германии. Надя из Германии. Это как? Да вы же ничего не знаете, когда судите. Пожалейте сами себя. Ну посмотрите свою корреспонденцию. Когда письма писали. У меня в среднем выходило за год. Конвертов надписывал я. 1200 конвертов. 1200 за год. Ни одного отвеченного письма не было. Это всех зазомбировал. Австралия, Германия, Дания, Шотландия, Америка. Всех зазомбировал. Дальше. Это я уже взял. Мне пишет письмо. У нас одна сестра ездила во Францию. Я говорю, ну выступи, расскажи. Ты ездила к брату. Что там видела. Она стала рассказывать. Но мы же в интернет выставляем. Володя, на, прочитай. Это пишет. Вот это не считай, кому что было. А что пишет Татьяна. Мне письмо прислала. Мир вам. Спаси Христос за ролики. Всегда смотрим и бережем все полезное. Посмотреть ролик, как Марина съездила во Францию, сложилось впечатление, что за столько лет, что она находится в этой общине, столько слыша и видя, как будто по дороге все выветрилось. Видите, как люди рассуждают. И которые здесь не живут, из другого государства пишут. Она с таким восторгом и наслаждением рассказывает про заморские края, про каких-то викингов, про счастливых коров и прочее, про Наполеона, что посмотрела на его палатку, где он жил, она восхищается этим. А этот Наполеон бил русских прадедов. Вот понимаете, как? Главное-то вот что. Он бил наших прадедов. Как можно восхищаться им? Он был захватчик, авантюрист. В начале ролика подумала, что ездила к брату, которого давно не видела. То есть она поехала там, Марина, к брату, которого не видела во Франции? Расскажет, как она засвидетельствовала ему, рассказала о Христе. Но об этом ни слова не услышала. Видела я эту Францию, и ни за что бы не поменяла свое место жительства на Францию. Это пишет Татьяна. Видела я Францию. Она в Германию ездит, там у нее дочка там. Она не рассказала, какой там разврат. Ведь оттуда все это пошло. И что там детей уже давно отбирают у родителей. По ролику чувствуется, что если бы дали дорогу, так хоть сегодня бы уехала туда. Патриотизм чувствуется, в кавычках, патриотизм. Мои дети сказали, нечего сказать. Так слезь с бочки и не дури людям головы. Это из мультфильма про Алешу Поповича. Простите, ради Христа, комментировать не стало под роликом. Пишу вам лично. Дай Бог вам здоровья и долголетия. Ну лично, лично. Какое лично, когда это в интернете? Это только почта. Почта, которая еще так приходит. Вот. Ну и садись теперь, я покажу здесь. Вот, посмотри. Вот. Ну вот это я не знаю, видел или нет. Володя, иди почитай. Это с контактами, как-то мне перекидывает. Ангелина Дедова. Первый день, один день назад. Инать Тихонович, спасибо за видео. Очень интересно и полезно. Ну что тут за видео? Вот посмотрите, мы с детьми, как утром идем, за водой. Ну можно найти это все на нашем Ютубе. Дальше. Алла Борзова. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Родной город Москва. Инать Тихонович, у вас щец на видео какой-то малограмотный. Не может даже четко прочитать поступивший на форум сообщения. Найдите для этого нормального щеца. Или научите его читать четко и выразительно. Ну я тебя учу, вот он самый щец, ты сиди тут рядом, ты покажи его. Вот. Ну какой есть. Потому что мы так уже договорились, что попеременно они будут держать. Никита считает, конечно, лучше. Ну вот я показывал или нет? Владислав. Навстречу, кто ко мне приходит, чтобы были не в темных очках и глаза не закрывали. Глаза были видны. Вот это вот я ему отвечать уже ничего не буду. Ничего. Вот про это видео пятидесятников, вот из него. Говорили или нет вчера? Было? Нет. Давай. Пятидесятник фантастический, многословен. А кто это говорит? На связи пятидесят. А, наверное, вот это вот и есть, вот этот Владислав. Владислав Поклонов. Видимо, так и есть. Это мой ролик. С пятидесятниками я беседую. Называется вот название пятидесятник. Найдите его. Вопросы из него, как из помойного ведра льются. Удивительно точно называют их протестантами. Они протестуют против всего, что противоречит их духу. Духу мира сего. Все, что не нравится, стараются очернить и унизить. Впечатление такое, что сектант идет на это интервью, лишь бы подольше засветиться и достать проповедника Игнатия многократно повторяемые одними и теми же вопросами. Лапкин заметно устал от его словоблудия, но сохранил самообладание и доброе расположение духа. Браво, Игнать Иванович! Я слушал с удовольствием до самого конца. Ну и вот здесь, Даша, Нафанаил Иларионов пишет об этом видео. Видео как называется? Капранов Игорь начинать все нужно со страха Божия. Вот, и он говорит. Ну и проповедник. Где Евангелие? Где учение Христа? Какой духовный наставник? Да он не так. Где учение Христа? Какой духовный наставник? Так вот как надо. Дальше считай. Никого себе не называйте учителем, ибо один у вас учитель, Христос. Игорь читает Евангелие. Игорь, читай Евангелие. Игорь, читай Евангелие. Учение Христа. Не слушай всяких, в кавычках, умных людей. Ну вот, я бы мог этот ролик просто с контакта принесли, выкинуть и все. Ну, я его поставил, прочитал. Какой духовный наставник? Никого не называйте. А Павел говорит, апостол Павел, 12, 28, 1 Коринфянам, пишет об этом в посланнике писянам. Христос поставил апостол, пороков и учителей. Они не могут совместить два этих слова, что узость сектантская. Родоначальник учения какого-то. А учителями Бог ставит, и они не понимают это. Дальше. Алексей Борисов. Кто любви не имеет, может хоть обложиться ветхими и новыми заветами. Он медь звенящая. Ищите Царство Небесное, а не соринки в глазах братьев своих. Знай одно, в храмах Московской Патриархии есть благодать. Бог не покинул нашу цель. Я это утверждаю, что есть благодать. Но он так говорит, ветхими заветами обложил медь звенящая. То есть это он в упрек говорит. А сам как раз соринку-то не соринку ищет. В своем глазу-то. Там лесопилка у него давно. Ну и дальше. Галина Лямкина. Инать Тихонович, собеседника не слышно. Жаль. Галина Лямкина, ответ ей. У вас две колонки или динамика? Звук стерео делится на две колонки. Если один динамик в научнике не работает или одна колонка или одна колонка такой эффект будет. Проверено лично. Совет. Разберитесь с колонками или научниками. Это кто-то отвечает. Я уже не знаю кто. Ну вот дальше. Это мои ответы. И дальше. Сейчас посмотрим. Следующая страница. Вот этот мы уже ответили. И новый. Про этого я тоже ответил. Вчера про казака ответил. Но вот новый. Вот он самый. Петр Боев, Красноярск. Священник Покровского собора города Красноярска. И вот я ему уже ответил. Мы прочитали дальше. Обзывает его сектантом из-за отяготения к общинности. И вас, я слышал, сектант увеличает. Как время будет, напишите реакцию на проект ученики. Я проект ученики его отвечаю. Смотрел эти ролики еще раньше. И дальше отвечаю ему. Такими беседами сектанта не обратишь к истине. А сам туда вполне можешь свалиться. Можешь свалиться. Я ему первый ответ дал. Ну а теперь, как у него время будет, мы можем уже сойтись. Ну и последняя страница показана. На этом я уже ответил. Вот. Лариса Сергей Гриневич. Инатихнович, добрый вечер. Я бы хотела, чтобы вы в группу православное слово загружали жития святых. Это возможно? Не знаю. Жития святых это 1173 жития. Вот у меня они есть здесь. Начитанные мной. Но в прошлый раз это сделали. Здорово у них было. Варвара или комочница вот только что позавчера была. Это оказывается тут администратор сделал. Я даже не знал. Александр Жданов. Инатихнович, здравствуй, родной мой. За все славу Господу. Николай Воронин. Яросвет. Инатихнович, доброго и благословенного вечера. Сердечно приветствую с наступающим днем памяти святителя Николая Челотворца. Молитвенно желаю того, чтобы святитель Христов Николай был бы всегдашним и неотступным спутником, ходатаем и помощником в многоразличных житейских обстояниях. Пусть ныне святитель Божий утрет всякую слезу и прогонит всякую печаль. Его же молитвенно помиловать Господь и укрепит на долгие годы. Вопросов никаких нет. Николай Челотворец мой заступник. Я постоянно пишу дальше. Николай Шварц. Бишкинь. Лебединский район Сумской области. А где это? На Украине? Вот он сидит и фотография какая большая. Веселая женщина рядом. Какой-то у него тут я не знаю что это торт что ли? Да, там написано что-то ВИГ. ВИГ. Ну ладно. Дальше. Инатих Игнаевич. Мир Божий дому вашему. Сердечно благодарю вас. Да благослит вас Господь во всякое время все преодолев устоять. Видите какие слова пишут? Из разных государств люди понимают. А свои поедом заедают. Почему? Ну враги нам лучшие друзья. И которые вот нападают где-то они ничего не успевают. Да и это невозможно. Потому что дело-то Божье оно будет стоять. Я могу только плакать и молиться. Ну сейчас покажу еще раз. Вот мой мир. Сейчас я в него захожу показать чтобы кто придет к нам увидел как. Вот смотри. Вы закройте сообщение. Ага. А вон как надо. Ну подсказывать надо. Вот вот мой мой видите я в шапке стою. Там другой листик с головем есть. Именно здесь. Вот сколько сейчас у меня здесь видео? 2099 видео. Ну 2100 уже будет. это сейчас я еще выставлю. Вот они эти наши беседы я переношу сюда. Вот она где. И вот я говорил которые у меня ролики украли на днях. Ну мы сменили пароли и стали молиться и все кто делает взламывают пароль. Их надо пороть. Больше ничего не надо. В самом слове это заключено уже. И вот это с одним батюшком с таким. Такие прекрасные беседы у нас были. это ну я дальше история не знаю какая причина что он стал гоняться два года уже прошло и стал ролики мои добиваться уничтожать жаловаться. Ну на ютубе там пришлось моих перетащить сюда. Вот она вот один ролик вот второй третий четвертый вот он какой батюшка веселый вот пятый шестой седьмой восьмой вот девятый я их заново перетащил него надо тут все у нас сказано я стараюсь не поминать ни имя ничего потому что они болезненно воспринимают главная болезнь в государстве трусость и корысть корысть и трусость а у церкви православной трижды этим больная она корыстью и трусостью это не я сказал Краснов Левитин дальше вот вот наш православный видеоканал как он выглядит зарядите сразу найдете простыми русскими словами в яндекс гугл куда угодно открытым оком во свете библии Игнатий Лапкин вот она внизу открытым оком пожалуйста здесь у меня около четырех тысяч наших роликов но теперь чуть-чуть продолжим сколько время прошло то час семь минут час минут ну хотя бы несколько слов просчитать вот так немножко просчитать смотри 26 12 было просчитаю было Людмила Заболотная уважаемый Игнатий благодарю вас за внимание ко мне и за вашу ценную информацию пусть Господь Бог обильно благословит вас и вашу общину своим отцовским благословением а также хранит вас всех на путях ваших дальше Тамара Антонова замечательное фото никогда не видела птенцов голубей Татьяна Игнатий я вам желаю чтобы вдохновение вас как можно дольше не покинуло и вам того же желаю Елена Русская с удовольствием смотрю ваши фото они все позитивные на душе становятся светлее спасибо вам Игнать Игнать из-за сообщения тоже с интересом все прочитала Вот а фото сколько у нас фото 18380 Ну это чего-то стоит дальше А вот он как пишет один Сергей Фафанов Да голуби божественно красивый Впервые я побывал на Голубятне когда моя бабушка привезла меня в свою деревню а там у мальчика Лени моего дальнего родственника была голубятня и он меня в нее водил Боже как это было прекрасно Мы кормили голубей из рук запускали их полет свистели и размахивали майками но главное любовались их красотой и слушали воркование Мне тогда было лет 8 Потом приехав в Москву я пошел в зоологический музей и долго рисовал голубей чучело которых всех пород стояли неподвижные за стеклом стенда и все вспоминал деревню Леньку и его голубятню Видите как вот ну Игла Сергей я помещу это ваше исповедание перед красотой голубиной на своем форуме Дальше Японец на Амми Уэмура Михаил Красильников Он перекинул меня Игнать Тихонов Здравствуйте Игнать 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 Я поражен и сражен на повал Так сохранить культуру православную и русскую У меня аж слезы на глазах выступили от умиления Игнать Всем низкий поклон своим друзьям родственникам всем православным вашего прихода Храни вас всех Господь Я ему даю мой телефон а то он дается звоните пообщаемся Я журналист фотограф заместитель главного редактора газеты Соборная Весть Находской епархии русской православной церкви Что интересно вот она что-то начинает где-то писать где-то ну зазомбированные конечно они в центральных журналах и первые премии всегда дают художники фотографы рисуют первые премии в Рио Новости Российское информационное агентство это все зазомбированные фильмы ставят о нас фильм один берет первое место в России документально а второй главный приз на международном киноконкурсе предчувствие и Златоуст из Потеряевки это моя биография мое прозвище из Потеряевки ну с вашим-то мнением не сходится Игла Михаил даю часть нашей работы в этом году мы были и в находке в вашей библиотеке города мои 38 книг как автора подарил им ныне если у вас есть скайп можем сейчас один раз переговорить немножко на ютубе вставьте одно слово Игнатий и вам там будет на ужин и на завтрак до Нового года А ко мне пишут характеристику тут писали и говорит обо мне все такой юморной старик совсем согласен старик старикашка не подходит я протестую Олеся Антонова Голуби Божье создание очень успокаивает Павел Денисов Игнатих мне кажется что недолго будет мир и покой в России если почитать что про церковь пишут и говорят так еще лет 10 и будет гонение недавно разговаривал с батюшками они рассказывали что уже готовят законы чтобы до 18 лет детей в храмы не пускать запретить колокольный звон и обложить храмы налогом я не знаю к лучшему будет или худшему но вот буквально недавно задал вопрос батюшке если священникам отменить зарплаты останутся ли те кто хотя бы по выходным служить будет он сказал что в Вятской епархии 25% останется все это печалит я завтра вечером отправляюсь в Тулу прошу Ваших молитв вот Мария Тяско Мария Тяско прекрасные фото особенно с голубями вызывают особое чувство чистоты и нежности игла Михаил да да что тут уже такое это я отвечаю им видео отвечаю вот это ну что они говорят Елена Елена Сережкина замечательные фото и стихи чудесные детки приятные лица у Вас я вижу неиспорченные и взрослые детки и слава Богу есть надежда что именно такими людьми и спасется Россия а тут нападают убивают буквально все каждый день новых и новых подключают епархии разные ну мне это только благодарение Богу что есть такие настоящие как имя мое неугодное понесут радуйтесь и веселитесь вы мне никакого вреда не делайте у меня братья засвидетельствуют я каждый день молюсь о гонителях Господи да слава тебе Татьяна Борисова как у Вас все хорошо спокойно без суеты по-деревенски как в прошлые времена и у глаза все чистые ясные без злости и зависти спасибо Вам за фото Павел Бачков в священниках это доброе утро сколько стоит полное собрание Ваших книг которые Вы издали тут мне вопрос задали по ним думают о приобретении да дальше 24 500 на сегодняшний день 24 500 и мне сразу отвечают а почему так дешево понимаете какой ответ вот у нас когда спрашивают а сколько за лагерь ну незнакомых своих близких всех бесплатно в лагере содержу содержу бесплатно еще стараемся если можно одежду раньше доставали там обувь и даже билет купить 57% детей а которые с которых деньги беру в 4 раза меньше стоимость чем самая низкая в Алтайском крае в государственных лагерях ну понимаете что это это невозможно и 44 года я этим бью чужие дети ни одного повреждения ни одного заболевания и это что-то стоит или нет когда там-то под капельницами там в других лагерях лежат сотнями вот спасибо всего самого доброго какие вы все там молодцы вот так ну и дальше я показываю что как говорят это вот все письма понятно это все письма и мои ответы вот какого числа это я беру из старых показать вопрос можно ли просить прощения у человека который не хочет тебя даже слушать ответ мой ответ это из книги беру Ивангелие Атьяна 11 глава 9 стих Иисус отвечал не 12 часов во дне кто ходит днем тот не спотыкается теперь считай вот притча места писания 18-20 Иакова 1-19 притча 14-29 притча 15-18 притча 19-11 притча 16-19 притча 25-28 вот я отвечаю как студентам понимаете воевать то с кем вы будете воевать меня не будет здесь вы будете искать понимаете всех людей зазомбировал в городе самое большое эфирное время у меня было у меня три радиопрограммы каждую неделю воскресенье прямым эфиром часовая программа в середине недели получасовая прямым эфиром алтайское телевидение на нем да как это можно вы закупили всю прессу ну может быть и так закупил я ее чем вот вопрос задали вы говорите вопрос 1094 третий том открытым оком вы говорите любите ближнего а если ближний это сатана в обличии человека понимаете вот какое это задают вопрос университете отвечаю ответ к одному пустыннику пришли братья монахи говоря научи нас отец как нам спастись он ответил когда ударят ударят в одну щеку подставь вторую четверо братьев всех отошли и стали рассуждать и оказалось что никто не может этого выполнить подошли вновь к умирающему прости отец но мы этого выполнить не можем мы все молодые и сильные почему мы должны терпеть по русски ответ то какой ну я признаю монахов или не признаю но вы знаете эти примеры или нет я отвечаю студентам все время новое и новое по житиям святых по канонам но они судят кого зачем тогда он сказал по крайней мере хотя бы не злитесь на ударившего они честно осознали что это им не попрещу видя их немощь он сказал но по крайней мере хотя бы сдачи не давайте им братья рассудили с привязкой к конкретным лицам которых они знали и решили что если к ним придут в монастырь хулиганы то получат хороший урок от них нет отец мы этого понести не можем и наставник прогнал их идите отсюда и не докучайте любовь это не целование ибо иртика запрещается и приветствовать дальше я буду называть места как я отвечаю 2 иоанна 1 глава 11 стих деяние 13 10 дальше послание иуды 1 12 1 глава 12 стих а дальше я отвечаю вот иоарий не мог бы не мог быть близним для афанасия великого и никого чудотворца не нужно играть этими словами когда господь говорил притчу о милосердном самоверенении то спросил луки 10 36 дальше что спросил кто из этих троих думаешь ты думаешь ты был близне попавшему разбойник дальше дальше луки 10 37 евреям 12 6 вот смотрите зазомбировал вот едем беседуем и это все места писания с полным цитированием ни одного слова не передвигаю я на память говорю весь вагон собирается ну интересно интересно я кроме того здесь начинаю стихотворение пастернака расскажу волошина я стихи мог рассказывать 6 часов к ряду один раз пришлось 6 часов но привлекает это где или не привлекает еще вы дурью маетесь зомбировать но зазомбируете вы при ваших мизерных знаниях не умение различать людей с кем беседовать не беседовать главный вопрос не решайте это ну трепет языками просто ну страшно это же люди которые разрушают православие священническую одежду насыпил на себя семинарии семинарии вроде бы а совершенно никакие ну и дальше в следующий раз зайдем мы сюда все наверное сегодня да все благословен Господь благодарю Господь слава Иисусу спасибо за субтитры спасибо за субтитры спасибо за субтитры